Сегодня будет первая задачка на оптимизацию, в которой мы четко и ясно увидим, как и зачем используется производная в подобного рода задачах. Условия всего в две строчки. Окно имеет форму прямоугольника, периметр которого равен 8 метрам. Каковы должны быть размеры окна, чтобы оно пропускало наибольшее количество света? Как и всегда, сначала пробуем решить сами, а затем смотрим разбор. Эту первую вводную задачку я хотел бы объяснить максимально понятно, поэтому давайте двигаться от частного к общему, то есть индуктивно. Возьмем примеры нескольких прямоугольных окошечек с периметром 8. Лично мне приходят на ум такие пропорции, 2,5 метра на 1,5 метра. Еще можем взять 3 метра в ширину, 1 метр в высоту. Порядка ради давайте еще квадратное возьмем, 2 на 2. Надеюсь, никто не станет спорить, что периметр каждого из этих окошечек по 8 метров. А какой из них пропускает наибольшее количество света? То есть какое окно имеет наибольшую площадь? В детстве эти вопросы решаются так. Кто из дома, кто в дом, кто на кукушкином гнездом? О, вот это имеет наибольшую площадь 3,75 квадратных метра. Второе, кстати, имеет площадь 3 метра квадратных, а последнее 4. Так, получается, элементарные вычисления уже противоречат функции randomize, которую мы реализовали с помощью считалочки. Но и этими вычислениями ограничиться нельзя, коли мы математики. Давайте попробуем обобщить задачу. Пусть есть прямоугольчик со сторонами x и y. Периметр его 2x плюс 2y равен по условию задачи 8 метрам. Ну а площадь x, y квадратных метров. Давайте-ка снимем корону с квадрата и поищем наибольший по площади прямоугольник. Для этого первым делом поработаем с тем, что было дано. Да был дан только периметр, по сути. x плюс y равен 4, вот что из этого можно извлечь. Ну а y это 4 минус x. Все это нам поможет скомпилировать функцию, которая подсчитала бы площадь нашего прямоугольника. Вместо y пишем то, чему равен 4 минус x. Записью s от x я акцентирую ваше внимание на том, что мы работаем с функцией всего лишь от одной переменной x. И третьим пунктом мы найдем производную этой функции. Здесь это минус 2x плюс 4. Все достаточно легко. Самое время найти нули производной. Уравнение здесь не затейливое. x равный 2 является его корнем, а значит и критической точкой. По нашей задаче x не абы какой. Во-первых, он положителен. А во-вторых, из равенства x плюс y равно 4 следует, что 4 он никак не превосходит. Определим знаки производной. На интервале от 2 до 4 знак минус, а от 0 до 2 знак плюс. Получается, что точка 2 это точка максимума. И именно в ней достигается наибольшее значение функции s от x. Ради интереса посчитаем эту наибольшую площадь. s от 2 у нас равно 4. Так, ну а какие размеры окна задают этот оптимальный результат? Если x равен 2, y равен тоже 2. Ну что ж, получается квадрат это и есть прямоугольник с наибольшей площадью при фиксированном периметре. Остается лишь сказать пардон, месье квадрат, что сняли корону. Все, кто осилил разбор, большие молодцы! Надеюсь, что все детишки уже отошли от экранов и остались настоящей математики. Соответственно, мы можем обсудить, что еще извлечь из этой задачи. Давайте попробуем ее решить чуть-чуть иначе. Обойдемся без всякой производной. Возьмем нашу функцию s от x и добавим к ней четверочку. Затем тут же вычтем, чтобы ничего не поменять. Зачем? Резонный вопрос. Затем, чтобы выделить полный квадрат. Смотрите, как это получилось. А дальше можно будет и так понять, каково наибольшее значение этой функции. Ведь здесь из четверки вычитается неотрицательное число, полный квадрат. Получается, что наше выражение не превосходит четырех. А ровно 4s от x выдает в точке 2, что и задает наши оптимальные квадратные пропорции. Все, кто осилил этот разбор, большие молодцы! Субтитры подогнал «Симон»!